А, например, какие-то были вопросы, на которые вы не получали ответов? Ой, их такое количество. Ну, один, скажем, в Бетском Завете рассказывается о том, как, значит, Арон, это, по-моему, был брат Моисея. Знаете, Моисей был заика, вообще-то говоря, да. Но послал своего брата к фараону, потребовав, чтобы он освободил присрайский народ. Вот. И фараон был склонен сказать, да, но Бог, значит, очерствил его сердце, так сказать. Фараона. Да, чтобы он отказал. А потом наказывает его за это, при том, что он был готов по первому разу, потом по второму разу, потом по третьему разу. И кончается это кровавой баней, когда убивает всех первороженных детей. Каждый раз фараон был готов отпустить, но Бог сделал так, чтобы он изменил свое мнение. Я задаю вопрос, ну почему? Ну, мне никогда никто не объяснил. Вот мы сейчас спросим отца Максима, потому что это часто звучащий вопрос об этих жестокостях Ветхого Завета, как их воспринимать. Нет, это не Ветхого Завета, это просто, мне говорят, что вот это и есть истина, это все правда. Я спрашиваю, почему Бог так поступил? И почему? Максим. Ну вот, я не знаю, какое будет ваше объяснение. Во-первых, вопрос очень серьезный на самом деле. И вопрос, ведь действительно, выходит за один этот эпизод. Таких эпизодов в Ветхом Завете множество. Конечно. И в истории Церкви много веков назад возникло течение, движение, ну, в христианской терминологии, чисто терминологическим, сейчас ее называем ересью, которая противопоставила Бога Нового Завета, Бога Светлого, Бога Любви, Бога Ветхого Завета, Богу Жестокому, Карающему и Избирающему только один народ. На философском уровне это учение соединилось с гностицизмом и дуализмом и предполагало наличие двух равносильных началов бытия мира. Начало светлого, начало темного, в поединке между которыми, в состязании между которыми происходит как бытие всего, всей тварной вселенной, всего мира. Христианский ответ на протяжении веков и на этот эпизод, и на другие эпизоды, там, мы можем вспомнить довольно многочисленные эпизоды убиения племен, которые противостояли евреям в Ветхом Завете. То есть, включая там женщин, детей, неоднократно, состоит принципиально в том, я не могу сказать, что это для меня тоже легкий ответ, и что я бы не хотел какого-то более гладкого ответа. В том, что другого способа сохранить в том единственном народе, который на протяжении Ветхозаветной истории, той части человеческой истории, хранил веру, которую Библия называет, и мы христиане считаем Бога откровенной, веру в истинного Бога, не искажая эту историю, не было. То есть, любой другой способ означал бы такое, такое деос эксмахина, такое вмешательство, такую интервенцию Бога в человеческую историю, когда всякий смысл человеческой свободы был бы утрачен. И, ну давайте реалистически представим, что это были за времена и что это были за племена, что это за были египтяне, ассирийцы, филистимлине, ветхозаветные иудеи. В какой уровень нравственного сознания и вообще отношений между этносами, между племенами даже скорее, тогда в человеческом роде. Значит, как бы жестко нам сейчас это не читалось, эти страницы Ветхозаветной истории, другого способа сохранить избранный народ так, чтобы он не растворился в море язычества, не было. Можно сказать, ну вот, а хорошо бы им дать какой-то такой нравственный закон, чтобы они были белые, пушистые, чтобы Аарон убедил фараона нравственными какими-то убеждениями или высотой религиозного учения. Но, значит, это было невозможно. Почему? Ну, Игнатий Тихонович, прокомментируйте, пожалуйста, эту беседу. Прав ли Познер и правильно ли ответил отец Максим Козлов? Ну, он сказал Познер, так надо было, откуда он эти данные взял-то? Наверное, из Библии? Ну, если из Библии взял, почему бы не просчитать-то? Вот сейчас давайте мы посмотрим, как это выглядит, просчитаем. У меня на это все есть уже. Книга, можете смотреть, книга «Исход», 4 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я жесточу сердце его, и он не отпустит народа». Про это вопрос. «И скажи фараону, так говорит Господь Израиль, есть сын мой, первенец мой». То есть он этого не знает, это рабы, а у Бога сын. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. То есть Бог заранее его предупредил, это 4 глава. Так что поздно Владимир Владимирович, он Библию не знает, и то перед ним сидит, тоже не знает. Дальше, 30 стих. «И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисею знамение перед глазами народа, перед своего народа еврейского, и поверил в народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». То есть сказано было, зачем пришел Моисей, ну, Аарон все слова пересказал, раз он косноязычный был, то есть заика. И вот смысл-то в том, что речь шла не об одном фараоне, а о целом народе. Надо, чтобы народ поверил. Поверил. А вот Господь говорит, я ожесточу, это не означает, что он обязательно будет жестокий. Он мог бы принести покаяние, а этого не было. А как это так? Ну, ожесточу, то есть жесткое сердце сделается. Жесткое-жесткое, твердое, как камень. А как это? Очень даже просто. Это поясняет епископ Истарион. Вот мы видим на дороге грязь. Печет солнце. И вот солнце высушивает воду, и эта грязь превращается в камень. Твердое. Вот так Господь милосердием своим не сразу, а десять казней пошло. Десять. И мы увидим, это семь глав только описывает это. И он не отпускал. Им нужны были рабы. А Господу нужно показать силу, чтобы народ поверил в это. А отпустит. Да он не просто отпускал, а говорил, зачем им идти, мы сейчас увидим. Почему поздно это не прочитал? Фараон-то не хотел отпустить сразу. Он говорит, зачем им идти? Вот рядом здесь выйдите, вот здесь и приносите жертву. Когда дальше дело дошло, в следующий раз, ну ладно, сами идите, но жен не берите с собой. А они говорят, нам на три дня идти пути, и жены с нами должны быть. А тогда пойдете, жены, тогда детей не берите. Условия-то ставил фараон. Никто про них не сказал. Ни Максим, батюшка, ни Познер Владимир Владимирович. А суть-то в этом и состоит, что фараон их не то что отпускал, он держал их. А потом, когда они решили уже, решили, ладно, идите, но только баранов не берите. Да как, мы же не знаем, какую жертву. Ему объясняют, он никак. Никак. Сначала далеко не ходите, потом жен не берите, потом детей. Да Господь ломал и ломал его, и каждый раз над ним солнце любви всходило. Бог еще простил, еще раз. И он только захряс в этом. И превратился в камень, ожесточая сердце. Ожесточение наступило от слишком долгой любви Божией. Вот как понимается. Дальше. Исход, пятая глава, переходим. С первого стиха. После всего Моисея и Аарон пришли к фараону и сказали. Так говорит Господь, Бог Израилев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Господа, Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути. Принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. Это впереди была, будут язвы у них от мошкары и меч пройдется. Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. И сказал им царь египетский, и царь, и фараон, это одно и то же. А для чего вы, Моисея и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон, вот, народ в земле все многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А надзиратели сынов Израилевых, надзиратели были евреи тоже, которых поставили над ними, 14-ти, приставники фараоновы, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготавляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых, его запили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Ты понимаешь, как Господь все милостиво откладывает и откладывает. Они про это ни слова не сказали. Вот ожесточил сердце долгой любовью своею. 23-й стих. Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом, с ним. Избавить же ты не избавил народа твоего. Это уже упреки пошли на братьев. Из-за них увеличился дальше нареченный, сколько нужно сделать кирпича. Исход 6-я глава, с 1-го тоже стиха. И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. То есть его необходимо было ломать и ломать. Он не отпускал. А он ожесточил. Повторяю, ожесточение любовью. 26-й стих сразу. А Аарон и Моисея – это те, которым сказал Господь вывести сынов Израилев из земли египетской по ополчениям их. Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилев из Египта. Это Моисей и Аарон. Исход 7-я глава, 1-й стих. Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом, фараон, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилев из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас. Я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых и земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда прострою руку мою на Египет и выведу сынов Израилев из среды их. Мы знаем, когда он их отпустил, они пошли, он бросился вслед за ними. Это фильмы Моисея. Вы видели фильм Моисея? Как он бросился. Я не знаю, он старый или новый. А еще бывает принц Египта, такой в виде мультика. Тоже очень хорошо поставлен. Не ломается фигура, а прямо такое. И вот здесь тогда узнают. Я выведу народ мой, говорит Господь, судами великими. Нужно было, чтобы народ поверил в всемогущество Бога, про которого они вообще не знали. 400 лет ничего не знали. Нужно было это показать Фараонову. Гордость, сила, надменность будут сломлены. А они спасаются, когда ангел пройдет мимо. То есть у них национальное достоинство возросло. И дальше 11 стих. Призвал фараон мудрецов и чародеев. Эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, а они сделали змеями. Но жезл Ааронов поглотил эти жезлы. Здесь стояло, как сказать, на ком поставлено было все. Пойдет народ или не пойдет. Та сила, которая с Моисеем, больше ли той, которая в чародеях. 20 стих. И сделали Моисея и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной. Перед глазами фараона и перед глазами рабов его. И вся река в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла. И река вас смердела. И египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же самое. И ожесточилось сердце фараона. Видишь, из-за чего? И не послушал их, как и говорил Господь. Ожесточилось. Никто уже как будто не ожесточает его. Он такой и был. Но Бог еще продляет время. 13 стих. Сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, во дворах, на полях. И собрали их в груды, и восмердела земля. 5-15 стих. Увел фараон, что сделалось облегчение. И ожесточил сердце свое. И не послушал их, как и говорил Господь. Старались также и волхвы, 18 стих, чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараона ожесточилось. И он не послушал их, как и говорил Господь. Своих волхвов уже не слушает. Это надо было показать народу, а как по-другому. И 24 стих. Так и сделал Господь. Налетело множество песих мух в дом фараонов. И в домы рабов его, и на всю землю египетскую. И погибала земля от песих мух. И призвал фараона Моисея Аарона и сказал, пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле. 27 стих. Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему. Как скажет нам. И сказал фараон, не отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыню. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне. Вообще добро. Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу. И удалятся песни мухи от фараона. И от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать. Не отпуская народ принести жертву Господу. Но фараон ожесточил, сам ожесточил сердце свое. Первоначально Господь дал ему понять это, а он еще хуже сделался. И на этот раз и не отпустил народа, и обманул народа. Исход 9.7. Фарисея, фараон послал узнать. И вот из скота Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народа. Они взяли пепло из печи и предстали перед лицом фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось поспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. 19 стих. Итак, пошли собрать стада свои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся и в домы. Пойдет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господне, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своих к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои на поле. Ну вот, пожалуйста, что мы будем слушать? И так в самолет сказали бы, не садитесь. Вот человек, который проповедует, уличный проповедник-то. И как там у них снайпер расстрелил в каком-то собрании в Америке-то. А он как раз кричал и говорил, не ходите, многие домой не вернетесь. Это наших дней проповедник. 7 глава, 10 глава, 7 стих. Тогда рабы фараонов сказали ему, долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? Вопрос говорит. И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и с дочерями нашими, и с собцами нашими, и с волами нашими пойдем, и у нас праздник Господу. Фараон сказал им, пусть будет так. Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Ну что, поздно рабы-то будет говорить. Как он отпускает? А тут безоговорочные капитуляции Бог ждет. Нет, мы договор сделаем Геймлер, все погибнут. Миллер. Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы этого просили и выгнали их от фараона. Он говорит, пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, с сыновьями нашими, с дочерями нашими, с собцами нашими и с волами нашими. Шесть. А он говорит, ничего не дам. Одиннадцатая глава. Восьмой стих. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты, весь народ, которым предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас, фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Вот почему. Чтобы они поверили, что есть иной Бог. Чтобы они поверили, израильтяне, что есть такой Бог. И поэтому не тот отвечал неправильно, ни другой неправильно. Он бы сказал, да это не так. Он отпускал их. Мы видим, отпускал. Но только без дотерей, без сыновей. Ни старых, ни малых, ни скотину. А они нет. Мы должны выйти совсем. И даже отпустил, когда совсем после смерти первенцев. И тогда погнался за ними в догонку. И поэтому все стоит на месте. Если он все это видел, а Богу надо было показать это, он бы расположен был, хотел. Да, расположен, хотел. Но впереди Господь знал, что будет. Он будет противоречить. И поэтому по нему должны были пройти все казни. Чтобы посрамлены были волхвы. Они там делали до времени. А как только мошкара уже не могли ничего сделать. Может быть, они могли медведей пускать. А такую мелочь, как мошка, никто и не думал. Какой вред от мошки? А вот вред. Дышать нечем было. А теперь вот в шестой главе, в шестом томе, все это написано. И вот он отвечает, Максим, ни одного места нет. Он, представь себе, сотни вопросов. Почему современный человек должен расплачиваться за грех Адама и Евы? Это как раз этот Познер может задать такой вопрос. Это из его арсенала. Максим отвечает, расплачиваться не должен. За нас уже расплатился Господь наш Иисус Христос. И в этом смысле удовлетворение правде Божией жертвой Его Сына принесено. Правильно. Вместе с тем, мы действительно связаны друг с другом так, что вина одного человека отзывается в жизни всего мира. Апостол Павел уподобил церковь человеческому организму. Когда болит палец или сердце, это отзывается во всем теле. Когда страдает хотя бы один, а одна пораженная раком клетка, страдает весь организм, весь человек. И все мы связаны в единый человеческий род. Господь так устроил, что нельзя махнуть на всех рукой и сказать, я тут один спасаюсь сам по себе, как улитка в ракушке. А что с другими происходит, мне дела нет. Вот такой свободы не замечать окружающих, живших до нас или живущих сейчас, нам не дано. Наверное, это кому-то не нравится. Но ведь не будь тех самых семи праведников, ради которых Господь терпит всех остальных, не будь молитв святых и их помощи. Что было бы с нами? Не совершился бы тогда на нас Божий суд по слову сказанному Ефремом Сириным. Не называй Бога справедливым, потому что если бы Он был таким, ты бы уже давно был в аду. Действительно, к Богу неприложимы сами понятия человеческой справедливости. Мы скорее ощущаем на себе Его милость, а не наказание. Я отвечаю дальше. Откуда взяли эту фразу, что ради семи праведников Бог не будет карать богоступников, пока неведомо? Иезекиилия 14, 14. И если бы нашлось в ней синий три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведность свою спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Иезекиилия 14, 20. То Ной, Даниил и Иов среди нее живут, я, говорит Господь, живу я, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, праведность свою, они спасли бы только свои души. Это мой ответ. Как и фразу Серафимову, переписывая ему, что стяжи двухмирен, вокруг тебя спасутся тысячи, пока еще нигде не исполнились ни разу эти изречения. Ни то, ни другое не подтвердилось на практике. Но привыкли по шпаргалкам жить, друг у друга воровать лживые мысли, слова друг у друга списывать, эмуссируют их, а люди в этом видят мудрость человека в рясе и слушают, и раскрыв рот. А нужно проверить, подтверждается ли это Словом Божьим? И тогда только открывать слух этим словам. Иеремия 23.30 «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». Римлянам 14.12 «И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Притча 11.21 «Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, всеми же праведных спасется». Сколько сегодня порочных, лжецов, воров, желающих стать богатыми. Сколько лжесвидетелей, и Бог обещает их всех обязательно наказать. Сколько лжесвидетелей. А маститы и обманщики в рясах обольщают народ, что вот бы только залучить нескольких из них монастыри, и они будут там праведниками. И ради этих-то «праведников» и спасутся вот эти кровопийцы и жулики. Батюшки проповедуют очевидную чушь, несусветную тяжелую неправду, и напрямую клевещут на Бога, и представляют Бога обманщиком, ибо не верят Его непреложному слову. 1 Иоанна 5.10 Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом. Не верующий в Богу представляет Бога лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Но им это в грех нельзя ставить, они же не подсудные, батюшки. Бог их спасает ради монастырских братьев, молящихся за них день и ночь. И забыли картины страшного суда, где первые в ад волокутся на дьявольских цепях именно епископы и священники. Притча 16.5 Мерзость пред Господом всякий, надменный сердце. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Притча 17.5 Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто раздается несчастью, тот не останется ненаказанным. А милосердный помилован будет. Притча 19.5.9 Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, не спасется, погибнет. Притча 28.20 Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. И дальше еще привожу несколько мест Писания. О, сколько тут еще. И дальше что Авраам говорит. Бог обещал Аврааму не погубить народ. Бытие 18.32 Авраам сказал, да не прогневается, владыка, что я скажу еще дважды. Может быть найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. 1 Иоанна 5.15 А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от него. 1 Иоанна 5.16 Если кто видит брата своего согрешающего, грехом не к смерти, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему, грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Авраам говорит о 50 праведниках, а их там нет даже пяти. И по дороге еще одна отстанет, не дойдет до спасительной пещеры, и этим откроет свободу поползновения ко греху, отца к дочерям своим. Выходит, что праведника ни одного там и не было. Бог может отложить приговор, как на Деневии, но все равно исполнит его. Город помилует для покаяния, а не для продолжения такого же греха, за которым последовал приговор. Тавитам 14.4.15 «Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Неневия будет разорена, как говорил пророк Иона, и в Мидии будет спокойнее до времени. Но прежде, нежели умер, он слышал о погибели Неневии, которую принял Навуходоносор и Ассур, и возрадовался перед смертью Неневии». Василенко пишет, стихотворение я взял. «Блюдо с головой Иоанна, гора Иудеи, тяжкий зной, о, как часто это из тумана медленно выходит предо мною, и звучат запястья, ноет рана, сердце раздорвется от тоски, и глаза пылают Иоанна, ослепительны и глубоки». 1981 год. И дальше вопрос 1668. И так же ответ. И так дальше я объясняю Слово Божие. Он подробно объясняет. Ну, не больше 10% говорит правильно. Вот и весь ответ. Как определить, что в Библии обязательно к исполнению, а что нет? Ну, как определить? Это заповеди, блаженство. Вот обязательно нет такого, чтобы мы... Пойди, продай имение твое, и будешь иметь сокровище. Такого нигде нет. Это повеления, такого нет. Если хочешь быть совершенным, то есть более шпланку поднять до самого верха, вот тогда все продай, раздай и иди за мной. Это необязательно. Или, допустим, жениться, не жениться. Тоже стоит так, необязательно. Но, если можешь воздержаться. А не можешь, лучше жениться. То есть, видишь, как неопределенность какая-то, как вот запрещают съемки делать. Я зашел в магазин, а нельзя снимать. Почему нельзя? Ну, это нельзя. Я говорю, слушайте внимательно. Нельзя снимать только пяти. Пунктах. Первое. Закрытое заседание Государственной Думы. Закрытое. То есть, меня туда и не пустят. Второе. Таможенное пространство. На таможне нельзя снимать. Третье. Военные корабли. С персой или с кораблей? Разницы никакой нету. Военные корабли. А в такие простые пароходы хоть день и ночь снимай. Так. Это третье. Вот. Четвертое. В министерстве газофикации, кажется, электричество. В министерстве. В двух министерствах или газофикации снимать нельзя. Почему? Ну, так принято. Вот. И, кажется, все. Больше ничего нету. В остальном, это или не знание закона. Там 303, кажется, статья Уголовного кодекса. У меня все выписано. И сразу люди отступили. Они не знают закон. Так и здесь. Что-то разрешено, а что-то нет. Люди говорили вот так. А Господь отвечал. А сначала было не так. Моисей дал возможность разводное письмо давать. Но по жестокосердию, чтобы жен не убивали. Лучше дай ей письмо, и пусть она идет, и как-нибудь она все-таки выживет. Вот. Что именно? Надо, кажется, клиенту узнать. Из Ветхого Завета. Вот где-то женщина была нечистая, где-то села на скамейке, ты нечистая. Этого нету. Не соблюдается. Потому что это было теократическое государство. Все стояли под присмотром. Вот здесь у меня снимок один есть. Стоят женщины. И стоят они голые ниже пояса. Полностью голые. А полицейский рядом стоит. И у каждой заглядывает. Раздвигает пальцами и заглядывает. Прекратилось у нее месячнее или нет. Какую дать справку. И они стоят совершенно спокойно, как вот мы к гинекологу приходим, показываются. И так и есть. Ну, а там, ребят, что нашел? Заголовок показали. Ну, Равин, начальник-то. Что он нашел? Он выполняет работу. Миква. Закончилось или нет? Надо ли ее туда опускать, отмывать? И после каждого такого случая, говорит. Муж с женой, говорит. Они же друг друга-то не видели, сколько времени. Как будто первый раз встретились. Это все на пользу. Библия прямо говорит. Не приступай к жене. Кто приступит, достоин смерти. А как это? Сегодня не соблюдается. Никак. Но это должно соблюдаться. И такого очень много. Что соблюдать? В пище. В пище вот то-то, то-то нельзя. А в Новом Завете все разрешается. Всякое творение Божие хорошо, ничто не предосредительное, если принимается с благодарением и молитвой. Вот и все. А чтобы не было соблазна, еще лет 50, может, назад я отказал себе в мясе. Никакого, никогда. Никакого алкоголя. Никакой бутылки пива. Все. Не потому что грех, а потому что не полезно. И поэтому надо конкретно спрашивать. Перечислять это много чего. А говорят, да, ну это надо знать где. Для этого есть новая скрижаль. Подробно пишет. Многое сказано в Новом Завете. Вот 15 глава Деяния апостолов. Удавлены, крови, не блудить там все. Говорят, а больше ничего не требуется. Как не требуется? Это сказано было язычникам, самое главное. Вот оно им больше ничего не надо? Нет, не надо. Что там указано? И про пьянку не сказано, можно пьянствовать. Про наркотики не сказано, можно наркоманить. Все вот такие-то. В одном месте не сказано, в другом сказано. Пьяница старствия Божия не наследует. Где это мы считаем? В первом послании к Каринтинам Павел говорит. Они лишены этой возможности, попасть туда. Итак, в Ветхом Завете было не женись на родной матери, не женись на сестре, не входи, не открывай ее. А в Новом не написано. Так что теперь? Тут другим словом называют это. Инцесты разные. Не надо. Запрещено это навсегда. Относительно плоти Господь никаких кардинальных изменений не делал. Так же борода, так же брови, так же волосы, все. Ничего нет. Но у нас в Новом Завете написано, вера от слышания, от слышания от слова Божия. А по слову Божия, всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно. Все. Нам это разрешено. Нет такой, чтобы какую-то пищу выбрасывать. Так не только это. Мы можем перечислить очень многое, которое было в Ветхом Завете, а сегодня дается на рассмотрение. Вот женщина после рождения девочки, мальчика, сколько она должна быть в месяцах? Нечистая. И она приходит и ощущается. Священник встречает ее в притворе, считает молитвы. Молитвы для ощущения ребенка и ее. А где это написано? Нигде позже церковь утвердила этот закон. Вот, допустим, человек приходит из мусульманства, принимает христианство. Так особый чин приема есть. А тогда не было мусульмана, и этого не было. Церковь среагировала на это. Вы считали чин прием? Я вскидывал многим. Так что, на это не надо говорить, 15 глава. Там не написано, каким чином принимать евреев. Точно так же, отречение от всего. Он конкретно, если спросит, тогда можно сказать, спрашивает, а подмышками надо брить или не надо? Зачем? Вопрос, зачем? Подмышки не говорится. Ну, а зачем это тебе делать? Не надо. Ну, а брови выщипывайте. Написано? Ну, нет, это 86 правило 6-го вселенского собора. Щипчиками выщипывают брови. Прямо написано. Так это собор. Так нельзя рассуждать. Это Стаглав все прояснил нам. Вот так. Отвержение канонов – это ересь? Ну, отвержение канонов тебя толкает в ересь. Вот что можно сказать. Само по себе отвержение, как отвержение, какое-то они исполняют. Почему? Тут надо все вести, разговор, допрос. А отвергнутый подряд будешь, и серетиками будешь, и все, что церковь отвергла, тебя сразу Анапими предадут. Без вешек в пургу дорога скрывается. Ты не знаешь, а вешки – это каноны. Так отвечают святые мужи. Так что это для всех ересей. Дверь открыта. Христиане – это преемники Израиля или иудеи? Вот как понимать, говорит, царство Божие или царство небесное. У Матфея написано царство Божие, а у Луки это же самое, царство небесное. То есть это одно и то же, так и здесь. Мало что там сказали. Одно и то же, иудеи, израильтяне. Это общее название. Иудеи – это два колена, Иудина и Вениаминова. А так как оно царственное, по нему оно назвалось и все. Все иудеи. А еще и евреи. Ну что ж, евреи – это тоже национальное. Вот в русских паспортах убрали национальность. Надо же убрать национальность. Ну какой же это паспорт? А убрали что? Чтобы не писать евреи. Это все ради них делается. Я это узнал. Вот причина какая. Им это надо. Ну а если им только не писать, что они евреи, то он боится. Что-то там с ним сделают. А как же это? Мы одинаково перед законом. Тогда у всех отнять. Вот. Теперь вот, чтобы девочки не ходили в платках. Наш в школе. И некоторые добились, однако. Бились, бились. У них адвокаты хорошие, мусульман. Тогда поставили вопрос. Если девочкам нельзя, тогда и христианки пускай крестик не носят. И тогда давай говорить, что крестики снять надо. А какое отношение мой крестик имеет к хиджабу мусульманки, которая правильно поступает, что носит его? Никакого. Надо восстать. Не подчиняться. Ребенка дома учителя. Ну, выход надо иметь. Но не покоряться им. Крестик убрать. Это нельзя. Как известно, в большинстве многие сектанты нравственно лучше, чем большинство православных. И на это некоторые православные отвечают, что так как они сектанты, то они уже в погибели. И поэтому их дьявол не трогает. А на православных дьявол постоянно нападает. И поэтому они больше подвержены каким-то страстям и грехам. Верно ли такое размышление? Дьявол называется лукавым или называется нечистый дух. И нечистый дух тебя будет к чистоте толкать. Ну, в общем, безумные слова. А нечистый чище живут. Да, правильно. Не пьют. Потому что Господь сказал, вы очищены через слово мое, которое я проповедовал вам. Через слово. А раз они читают Библию, они знают этого не за православные, не знают ничего. Причина вот в чем. В том, что одни знают Слово Божие, а другие не знают. Весь ответ. А они там определяют, да вот там дьявол там делает, поэтому дьяволу так это и нужно, чтобы чистоту расплаждать, аборты не делать. А мы верующие, поэтому делаем аборты. Нас сатана смущает. У них не курят, а у нас курят. Нас дьявол смущает, а их нет. Так они очищены через слово. Конечно, они живут чище в общей массе. Даже сравнивать не приходится. Он через грех толкает людей. Когда мы молимся, прости нам грехи наши, как и мы прощаем, мы дальше избавим нас от лукавого. Дьявол лжец. И он делает все, чтобы люди грешили. Находить причину. причину грешить. А теперь они потому, что там дьявол. Даже смешно. Я это слышал еще полвека назад. А если теперь у них будет так же пить, гулять будет, тогда что вы ответите? Дальше-то что? Ну, а теперь люди, которые правильно жили, как Серафим Старовский, назовем так, и тогда что, дьявол это их так завоевал, и поэтому их не скушают уже? Ну, глупость. На глупость, а глупый ответ, не отвечай глупому по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Существуют ли сверхъестественные способности человека? Ну, смотря какие сверхъестественные. Там поднятие тяжести Андерсен поднимал. Сверхъестественные считали погонение слух, как он. Есть люди с ожлинным взором, у них не 100%, а бывает 300% зрения, они так видят далеко. А боняния бывают, но обоняние и другое, слух и прочее, это может быть как раз признаками беснования. Даже сильно-сильно сверхъестественное. Естественное это то, что в среднем дано. Этими вопросами заниматься не надо. Благодарить за то, что у тебя есть. А бывают возможности какие-то, там вот он ключи к колбу приложил, охранники, и ключи у него держатся, ну, как магнитный лоб, железка в башке. И притом это не единожды, не у одного я видел. Сверхъестественное разгадывать. Вот Ванга была сверхъестественная, Джуна, Мессинг Вольф. И он всегда до конца повторял, я не знаю, от кого. И Джуна это говорил, я не знаю, то ли от Бога, то ли от чёрта. Они не знали. Не молятся, не постятся, как все, не считая там слепую Вангу, живут нечисто. А всё это от лукавого. Сверхъестественные возможности. Ну, вот что-то ему открыто, якобы, прозорливое. Естественно, то, что естественно у нас есть. Вот я не обладаю никакими сверхъестественными качествами. Ни силой, ни делом, ни видениями. У меня никогда не было видений, ни одного чуда у меня не было. То есть чудеса были, но я никого не видел. Я просто благодарю Бога и наслаждаюсь тем днём, который у меня сегодня здесь. Благодарящее Бога. Всё. То есть, бывает, что называют, я сказал, отколдовство, прозорливость, ясновидение. Бывает, сатана подсказывает. Но, как правило, это не от Бога. А бывает, если от Бога открыто, как к Авелю вперёд было показано. Авель тут в России был, монах. Но это чудо Божье. Вот этой сверхъестественной способностью обладал Григорий Ефимович Распутин, когда предсказал гибель всей империи, если его убьют кто-то из царских кровей. Вот так. Бывает ли в нашей жизни случайности? По словам по нашим, да, но у Бога говорю, что никак. У него всё вымерено. назначено. В каком возрасте, где быть. Вот иногда так посмотришь, человек рассказывает, думаешь, как у него могло такое случиться. Вот куда-то там выбирали где-то, а его не выбрали. Он сразу, почему? Я чем хуже? Ничем, тебя просто не избрали, и всё, он вернулся. А эта делегация, когда пошла, она попала там в пустыне, в руки недоброжелатели, все погибли, а он остался живой. Заслужили или нет? Ну, к этому события какие-то ведут. И у Бога вымеренность сочленения событий. Вот этот айсберг, он доплывет как раз, дорогу перегородит, Титанику, и он в него врежется. Случайность? Нет. Это всё так вот сейчас в Шереметьево сгорели люди живьём. Случайно или не случайно? По-божески ничего случайного нету. А что за этим воспоследствует? Может быть, человек на этом горе, слезах и сам примет Бога. И маленько себя будут вести поскромнее. Какой-то я фильм смотрел, команда летела там в Вандах, и самолёт разбился, они потом людоедством занимались, и их всё-таки спасли где-то. И случайно они ехали, играли, там перекидывались в басминтон или валийбол прям в самолёте дурили. А тут сразу всё по-другому. Поэтому надо смотреть так. Господь допустил его. Случайно или не случайно, что налетели какие-то совейцы, отняли овец, верблюдов. У Бога вымерено. И Он даст ему в два раза больше. И которые отняли, и я один остался. Опять прибегают, всех убили, я один остался. И все одинаково отвечают. Златон говорит, прибегал дьявол каждый раз, а не человек. И он и навёл их туда, навёл. Показал, где наши склады там взорвать, залезть и всё. И туда сразу залезло несколько человек. Это не случайно. Это целая сцепь к этому шла. Это бывает так, где-то что-то обрушилось. Случайно. Нет, не случайно. Не случайно. Это в самом здании уже было заложено в начале. У меня что-то случайно. я вышел из человека. Я помолился, где он есть, так долго его нету, давно не вижу. И он вышел, он стоит на улице. Видишь, как? Это Бог устроил встречу, и я благодарю Бога. Не случайно. Мы так привыкли, я сегодня к этому не готовился, договорённости не было, и случайно мне кто-то дал что-то. Это Бог так делал, расположил сердце, чтобы я не умер с голоду. Вот так. Грех ли брать деньги в кредит или в ипотеку? Я считаю, это неразумие. Написано, должник делает старобом взаимодавство. Если ты взял тысячу, допустим, то тебе придётся платить уже не тысячу, а намного больше. Там процент идёт. А какой процент? Не ниже двенадцати. Ипотека особенно. И платят огромные деньги. По стоимости, сколько взял, вначале хватил, уже заплатил в три раза больше и всё ещё в рабах. Должник делается рабом взаимодавца. Я вот прожил жизнь вот 10 июня, вот рядом совсем уже месяц осталось. Мне 80 лет будет. Я ни разу, никому, никогда в жизни не был должен ни рубля. А денег-то нету. Помню, нам стипендия была 26 рублей. 6 рублей я отдаю хозяйке, живу в ней. Остаётся 20 рублей на месяц покупать книги на транспорт, на всё, про всё, съездить домой, на всё, про всё. Из дома ни копейки нету. Мне отец дал два гуся, их тушки. Я их там распилил ножовкой по спичечному коробку и всю зиму ел. Помаленьку запах есть, я не схудал и всё как надо. Отдавать-то да. Евреям говорится, язычнику отдавай, а своему не отдавай в рост. У них это поставлено. А это ростовщик. Ну, вы говорите о том, брать или что-то, давать это вообще не христианское дело. Вот Ливию там Муаммара Каддафи убили, а у него такой закон был, банки должны давать деньги, возвращать до единого доллара одинаково. Если узнают, он накладывает процент, у её статья была казнь. Вот это государство. А это разлились, а там Амур разлился, залило всё, а они взяли долг. А теперь размахает дом, пропадает, а работы нету, завод остановился, а каждый день всё больше и больше. И они написали, там кажется, Медведеву, Дмитрию Анатольевичу, председателю Совета Министров-то. Он говорит, я ничего не могу сделать, только поговорить с ними, чтобы они приостановили пока, что люди-то работу потеряли, а там счётчик идёт, плати, плати. Никогда нигде не бери, если брать только у своих и на короткое время. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.